Всё, о чём предупреждал ваш покорный слуга, сбывается. Единственное, в чём была погрешность, это в скорости вращения адского калейдоскопа. События ускорились не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Россия вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом. А это аукнулись трёхдневные пеньки, на которых так радостно плясали, протестно и соглашательски. В итоге победили вирусняк и Кремль, который тоже ещё тот фашнявый вирус. И теперь можно смело отменять массовые мероприятия, чтобы никто не кучковался. Впрочем, население и без того измудохано так, что индекс страха зашкаливает. Охота за иноагентами идёт на полную катушку. Вот уже и ОВД-Инфа, пожалуй, единственный полезный для граждан медиаресурс, пока ещё работающий в Ублюдистане, объявлен иноагентом. Про злоключение Доброхотова скажем прямо. Парень знал, на что шёл и с кем сотрудничал. Его крыша политически проиграла. Пришлось уносить ноги. Разумеется, никто не злорадствует, да и обыски у родителей – это дикость. Но для чекистов-то это норма. Вас же двадцать один год назад, тот же гадский сотник, предупреждал голосом Кассандры. Выбираете чекиста Путина? Готовьтесь к обыскам, арестам и гулагу. Что тогда блеяло большинство? Она устроила бровки домиком и инфантильно мяукала. Мы уже учёные, хлебнувшие свободной жизни. Нас в наручники не закуёшь. Ельцин – опостылевший алкаш, а Путин – такой молодой и хотя бы трезвый. Пусть наводит порядок. Вот он и наводит. От сортира до ваших спален. Передовой отряд КПСС, узурпировавший власть, хватает коммунистов, пока Зюганов присягает на верность фюреру в онлайн-режиме. Фашистский орднунг должен быть тотальным. А кто не согласен, пойдёт на корм системе, которая всё больше нагуливает аппетит. Ну а чтобы живой корм ни о чём не подозревал, для него организуют зрелище, типа венчание Жоры Романова с дочкой итальянского дипломата. Пей, гуляй и обсуждай, рванина! Кто пригнал к Исаакиевскому собору роту почётного караула, взмахнувшую саблями? И сколько заплатили коменданту? А может, он уже пожалован в князья? Ах, как хочется дворнягам переродиться в дворян! Аж сабли наголо! Кстати, многие уже переродились. Судя по слитому архиву Пандоры, путинские бенефициары обзавелись неплохими офшорами, яхтами и недвижкой на лазурных берегах. Одна только семья Сергея Чемизова, главы Ростеха и близкого друга Путина ещё со времён службы в КГБ, имеет в офшорах имущество общей стоимостью как минимум 22 миллиарда рублей. Разумеется, глаза Пескова не увидели в этом ничего особенного, привычно расплескав божью росу. И скажите, как с таким офшорным счастьем менять суверена? Впрочем, отвлекалочка про транзит 2024 пока работает, а соловьиная профессура ещё чирикает, перелетая с канала на канал. Но очень скоро и ей придётся пожать плечами, признавшись, государь слишком здоров и могуч, чтобы менять его на кого-то ещё. И вообще от царя царя не ищут, потому что такие, как Путин, своими ножками не уходят, их усмиряют у стенки, как Чаушеску, линчуют, как Каддафи, подвешивают на верёвочке, как Саддама. Единственное, что отличает этого парня от вышеназванных политических трупаков, наличие у него ядерной кнопки, в которую он вцепился мёртвой хваткой и при первой же серьёзной опасности нажмёт на неё обязательно. Как думаете, с чего бы он так зачистил в тайгу со своей Шойгой? А у него там бункер-резиденция. Страна-то большая, бункеров несколько, и в случае чего сыграй, проклятый Запад, в ядерную угадайку. В каком именно подземелье засел пляшивый многомах? Говоруны от аналитики, которые никогда не признают собственной бездарности и вещают. Режим схлопнется не из-за протестов, а по причине нарастающего идиотизма системы. То есть к протестам уже никто не зовёт. Лапки кверху. И надо тупо ждать автоматического срабатывания принципа домино, когда одна костяшка, падая, кладёт за собой всю остальную конструкцию. Но это было бы слишком легко и здорово. А так хорошо в фашистской системе не бывает. Она созрела для войны и продолжает накачиваться ресурсами. Взлёт цен на энергоносители – один из желанных бонусов. И уже многим становится понятно, что рост этот – искусственный, и после него неизбежно обрушение. Пока 40 европарламентариев из Польши и стран Балтии призывают расследовать действия «Газпрома» на предмет нарушения антимонопольного законодательства, деньги текут рекой в копилку войны. Для того, чтобы избавиться от энергозависимости, Европе необходимо как можно скорее осуществить энергетический переход. И такая перспектива бесит Кремль, неконкурентоспособный и отсталый, у которого остаётся только одно орудие давления – милитаристский шантаж. О подготовке к столкновению косвенно говорит и то, что Путин готов отказаться от запланированных ранее трат на инфраструктурные проекты и ускорение экономики. Он фактически запретил трогать фонд национального благосостояния. Перефразируя вождя, остаётся резонно спросить «Россияне, зачем вам дороги, если скоро в рай?» Прогнозы по нефти неутешительны. Её потребление может упасть в 4-5 раз уже к 2025 году, а цена барреля и вовсе рухнуть до 25 долларов. Ещё месяц назад Антон Силуанов облизывался, воркуя о том, что время ФНБ пришло. Но оказалось, что настал час заткнуться самому Силуанову. А население заткнулось уже давно. Свободолюбие усохло, совесть спряталась, печень расширилась, зубы прыгнули на полку сами. Рост цен на гречку достиг 17,5%. Стоимость яиц взлетела на 3,5% за неделю и 21% с начала года. Помидоры за месяц подорожали на 25%, огурцы на 18%. И это лишь по официальным данным, которые занижены. Пожалуй, только чиновники у Блюдистана могли придумать возраст дожития с борщевым набором. Как выжить в этом кипящем котле, в который тебя самого забросили, как борщевой набор, вам не скажет никто. Каждый будет искать свой уникальный способ. А ведь скоро еще этот котел отключат от мировой сети, чтобы стоны мучеников не просочились во внешнюю среду. Лежат ватсап и инстаграм, валяется фейсбук. А это чекисты отключают вас от цивилизации. Но вы же сами много лет назад призвали этих чертей. Сами за пару десятилетий раскалили эти котлы и, превратив страну в пещеру, позволили ее законопатить. До сих пор вас варили медленно, потихонечку, с маниакальным интересом, а теперь прибавили огонь. Так что Варева обещает быть ядреным, лишь бы котел не взорвался и не накормил человечество досыта этим кровавым борщом. Редактор субтитров А.Семкин